Приветствую вас, и нет, вы не псих, нет у вас какого-либо психического расстройства, которое бы опотребовало бы то, что у вас не получается испытывать что-либо. Во время секса, вот, тут нужно понимать, что женская сексуальность, она намного сложнее, чем мужская, и что женщине для того, чтобы испытать удовольствие, необходимо несколько больше, чем мужчине, необходимое и расслабление, вот, и отсутствие раздражающих факторов, отвлекающих факторов. И также, одним пунктом здесь всегда идет то, что для женщины более важен сексуальный сценарий. Пусть вас не пугает это слово, сексуальный сценарий это означает очередность определенных событий, которые, как бы, сменяют друг друга в процессе занятия сексом. И если этого не происходит у женщины, то есть большой риск, есть огромный риск, того, что вы не испытаете ничего при занятии сексом. То есть здесь нужно разбираться, значит, здесь нужно разбираться, насколько вы соответствует всем этим условиям. То есть есть психологическая сторона, процесс, и есть чисто сексологическая сторона. Так вот, если дело не в психологической стороне, то есть если вы, например, расслаблены, если вас ничего не беспокоит, если своего молодого человека любите вы, и в принципе он вам нравится, вы можете назвать его, допустим, привлекательным, вот, то тогда, соответственно, вам, невероятно, идут проблемы и с детства, когда было сбито ваше становление как женщины, именно как женщины. И, соответственно, по этой причине получилось то, что вот вы не испытываете удовольствия. И тогда с вами нужно разбирать детство, надо с вами разбирать, какие травмирующие ситуации происходили у вас тогда. И вот разбирая и анализируя все это, смотреть, что именно повлияло на то, что есть сейчас. Если у вас абсолютно все хорошо и никаких проблем нет подобного рода, то тогда можно говорить о том, что вам нужно обращаться непосредственно к сексологу, а может быть даже и к врачам-медикам, для того, чтобы они помогли вам решить ваши проблемы, так как она не в области психологии в данном случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...